Баграда 89 Новые модели итальянских кухонь Скавалини в салоне официального дилера на Алексеева 107 Современные, технологичные, неповторимые, уютные и гостеприимные Скавалини, итальянский стиль и проверенное качество на Алексеева 107 Покупай диван в магазинах Новый диван и получай большой стол-трансформер на 8 человек в подарок новыйдиван.рф Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем выпуск и сейчас в нашей студии главные герои громкого интернет-скандала, который разразился вчера вечером, а оба сидят и улыбаются депутаты горсовета Владимир Владимиров, здравствуйте и Геннадий Тургунаков, добрый вечер, здравствуйте Итак, вопрос к вам обоим, кто будет первым отвечать, определитесь сами В чем, друзья мои, хочется сказать, все-таки суть конфликта? Я даже не знаю, Геннадий Григорьевич спросит Пускай он пояснит Я тоже, наверное, не говорил такие громкие фразы, что это скандал Вообще, мне было немного сегодня непонятно с самого утра Такое ощущение, что в городе вообще никаких проблем нет Говорят не о чем, да, и только об этом Вы затмили сегодня действительно своим спором даже эти платные парковки Очень жаль, что СМИ интересует больше разговор двух, даже, наверное, не политиков, прежде А, прежде всего, ну, людей в социальном пространстве, чем какие-то конкретные проблемы в городе Но, тем не менее, раз эта ситуация вышла уже на столь громкий уровень, я, конечно, готов прокомментировать всю ситуацию, которая сложилась Может, тогда вы объясните, да, в чем все-таки вот суть конфликта? Что случилось? Почему вы так разошлись? Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что та информационная война, которая ведется в отношении меня уже больше полугода Она хорошо спланированная и достаточно активно продвигается и различными СМИ, и пиар какими-то менеджерами И Владимир Владимирович, он то ли волей судьбы, то ли по своему собственному наитию занимает в этом месте не последнюю роль Постоянно публикуя какие-то материалы, которые заранее не проверены Поэтому я задал вопрос, зачем комментировать и тем более репостить информацию, которая изначально ложива Зачем? Подождите, вот зачем? Ну, вы знаете, я публикую материалы на разные темы И, к сожалению, тема обманутых дольщиков, она сейчас очень актуальна И, конечно, я поддерживаю как бы дольщиков, просто публикую, но я никогда, Геннадий Григорьевич, не обвинял Вы участвуете в... Вы публикуете любую информацию, которая касается меня, причем вы ее сами придумаете, вы ее репостите Вот в том контексте, который был, вообще шел разговор о том, что якобы кто-то начинает активную кампанию По утверждению депутата Трагунакова, новым руководителем комиссии по строительству Он был где-то там в какой-то межвестной комиссии, его с позором оттуда выгнали Это же ложь чистой воды, никаких предпосылок не было Так вы почитаете свой пост, с чего вы делаете? Вы почитайте внимательно Я очень внимательно читаю Подождите, вот смотрите, Геннадий Григорьевич что говорит? Что против него идет целенаправленная кампания И вы в этой кампании занимаете целенаправленно и занимаете не последнее место По наителю или по любой другой причине Как вы считаете, вы действительно участвуете в кампании против Геннадия Григорьевича? Не, ну кампанию ведут сами дольщики, допустим, обманутые Потому что на самом деле дело дошло уже до Государственной Думы Вот сейчас только вернулся в заседание, где был глава города И он по полочкам разложил, как бы Геннадий Григорьевич никто не обвиняет Потому что там идет следственное действие Но там удивились, что Геннадий Григорьевич там не пришел И он забанил, как бы не хочет общаться с теми дольщиками Которые на самом деле пострадало 400 с лишним человек 500 квартир, там по-моему я точно не помню цифру То есть вы ни в какой компании не участвуете Да ничего, Геннадий Григорьевич сделал и привязываю это еще к политике Так, а вот эта история с должностью Не с должностью, сейчас скажу Что, ладно, обманутые дольщики, ладно? Нет, я могу пояснить это Но там была не только должность То есть вчерашний разговор, он строился на двух Нет, я могу пояснить Во-первых, я объяснил Владимировичу, что нужно сохранять человеческое лицо в отношении тех коллег, кем вы работали Четыре года, я очень уважаю Нину Ивановну Михайлеву, Валерия Быкова и Валентина Шевелева Они женщины, они не могут ответить на те посты, где мы кельмим их позором, записываем в Иуды Мне кажется, это немного не по-человечески и некрасиво по отношению к своим бывшим коллегам, с которыми вы буквально ели с одной чашки А где вы видели? Там Иуда, я что-то не понял Где вы? Это вы придумали Почитайте свой пост Это вы почитайте внимательно Нужно заклимить позором, вы написали и по делу им Позором? Я такого не писал Вы почитайте внимательно Давайте, знаете, почитайте внимательно, мы еще вернемся А вот я так понимаю, что Владимир Владимиров также опубликовал материал с известного ресурса Где сказано, что вы скоро должны возглавить депутатскую комиссию по градостроительству Нет, на самом деле идет такая давняя борьба Да нет никакой борьбы, это чистый бред, который выдуман вами, непонятно для каких целей Подождите Там есть председатель комиссии, который возглавляет ее Я так понимаю, что никуда уходить не собирается И никаких предпосылок для этого я тоже пока не вижу Нет, вы не ставьте, если говорить откровенно То в городском совете идет борьба, шла борьба за пост председателя То есть Геннадий Горькович специально ушел с одной комиссии И надеялся стать председателем Турова пытались сместить, ну там свои как бы игры Оно не получилось, но он стал заместителем Предположительное предположение? Не предположительное, все об этом знают Так что не надо Так вы не претендуете на место руководителя депутатской комиссии по градостроительству И в ближайшее время мы не увидим вас на этой должности И в ближайшее время вы меня точно не увидите на этой должности Извините пожалуйста, я просто недавно опубликовал, что я считаю, что если скандал и по тому и по другому фигуранту Туров и Таргунаков, что скандал достиг такого федерального масштаба, где только не показывали уже Я как депутат, как гражданин, я просто это публикую, но я их не обвинял ни разу Ни Таргунакова, ни Турова и не обвинил, что... Я говорю, Геннадий Григорьевич говорит, что он не виновен Мы его верим, надо разобраться То есть вы или вели себя корректно по отношению к Таргунакову? Да, да, Геннадий Григорьевич мне писал в личку там всякие обиды Так, подожди Я пока не верю, не переходил на мат, Владимир Владимирович Друзья, давайте Вы меня первые обозвали там много раз Хорошо, вот подождите, давайте так Как вы считаете, нормально ли вообще вот двум депутатам горсовета, двум взрослым, уважаемым в Красноярске людям, публичным политикам Вести диалог вот в подобных выражениях Сейчас пока вы будете рассказывать, мы покажем еще раз все эти выражения, за исключением одного, потому что маты на телевидении запрещены законодательно Сейчас каждый зритель, который не видел, в общем, он еще раз увидит Даже матов-то и не было, по большому счету Был Не было Я читала, был, со мной не спорьте Посмотрите в интернете, что это обозначало Все, давайте мы не спорим Там было много разных других ругательных слов Почему в таком конкурсе вообще идет диалог? Я вам скажу честно, вот за последнее время я получаю эсэмэски с угрозами в отношении моей супруги, детей Ко мне приходят фотографии, где опубликованы в черной рамке Вот эта вся борьба, война, она вышла уже за рамки любых человеческих каких бы норм И поэтому прежде всего я являюсь и отцом своих детей, и мужчиной И, соответственно, отвечая на подобные высказания и реплики в отношении меня, как мужчина прежде всего А потом уже я уже депутат То есть вы не сдержались? А вы потом... Сдержаться невозможно, потому что вот этот поток лжи, он исходит постоянно Причем Владимир Владимирович говорит, а я тут при чем? Я вот просто опубликовал, ну как бы вот ничего не имею О чем вы думаете, земляки? И это выглядит еще более наивно, потому что прекрасно вы понимаете, какие материалы вы публикуете Зачем вы публикуете, вы тоже прекрасно знаете И кто эту игру организовывает? Так, почему вы? Я не знаю, обманутые дольщики наоборот думают, что... Подожди, ну вопрос же был не об обманутых дольщиках, а о том, почему два публичных политика в таком тоне позволили себе общаться, тоже, собственно говоря, принародно, на глазах у изумленных зрителей Вы считаете, что все было корректно? Нет, я общался на своей странице, Геннадий Егорович пришел на мою страницу, начал меня оскорблять Естественно, я в ответ ответил, ну почему? Потому что у меня в личные сообщения очень много угрозники В общественном пространстве есть реально моя страница вообще Мы находимся в социальных сетях, где нет твоей и моей страницы На моей странице было Вы всех дольщиков забанили, ни с кем общаться не хотите И на моей странице происходит общение все это Я Геннадий Егорович нигде не оскорблял, не обвинил В этом постели в плане о дольщиках, хотя о дольщиках мы можем тоже с вами поговорить Так, давайте мы все-таки о дольщиках Можете подать суд на меня, если вы считаете, что я вас там где-то... Так, подождите, значит вы считаете, что вы на своей странице вели себя так, как, в общем, подобало вам Очень корректно Я всегда, кстати, публикую разные материалы И почему-то члены Единой России начинают недовольствовать Потому что я пишу правду, и это не нравится И вот это... Поэтому у него не приходится на партийную принадлежность А почему? У меня вот проблема, почему по бизнесу? Если вы говорите по бизнесу и по партийной принадлежности Вы считаете, вы правильно везете себя в отношении патриотов России? Вы считаете, что правильно знали ту же Михалеву и Шепелеву? Я лично... Подождите И вы считаете, что правильно, что вы унизили женщину в социальных сетях? Я никого не изгонял, никого не унижал Это вы надумали Вы считаете, что вы пишете, Владимир Владимирович Вашу на комиссию по этике не зря же выводили И объясняли, что это недопустимые нормы поведения Вы почитайте внимательно, почитайте сами И непредвзято почитайте Давайте мы послушаем комиссию по этике Точнее, вашего коллегу, опять же, Андрея Козикова Он дал свою оценку вчерашнему вашему диалогу На мой взгляд, весь этот диалог, вся эта перебранка Она никак не связана с непосредственно деятельностью городского совета Более того, на сегодняшний момент Все депутаты находятся в отпуске, каникулы И я думаю, что, конечно, мы в какой-то части будем обсуждать Но все-таки напрямую с деятельностью городского совета Это не связано Так, продолжаем разговор Значит, вот Андрей Козиков считает, что, в общем, это ваш личный разговор Который действительно не имеет большого уж такого отношения Он и был личным разговором, и не имел отношения к деятельности депутатов Но причем-то с депутатством и личное поведение одного Понятно, что я лично публикую это как гражданин Не то, что как депутат Не подумайте Я депутат, я напишу, я депутат, там, то-то, то-то А это как гражданин, чисто, мое отношение Как бы я поддержал дольщиков Чисто для того, чтобы все-таки навели порядок Получив всякие неприятные свои эти самые И чисто ответил, и все Не было ни слова про дольщиков Только ответ Было слова про комиссию И про какую-то другую чушь, которую вы там Подоплека была другая У вас одна, Владимир Владимирович И мы знаем эту подоплеку И ту войну, которую вы обвели, в чем вы участвуете Я не знаю, там, у вашего есть там Оплетные кураторы, которые вами руководят Либо вы сами это делаете Так вы подайте на них в суд, если вы знаете, зачем мне это высказывать Я нигде не участвую Слушайте, у вас, у каждого Вы на моей странице не видели ни одного поста против вас А что вы можете сказать плохого? Да поверьте, что Ну давайте, пишите, я же не против Зачем я буду делать? Я не готов управляться Вам нечего сказать просто Вам нечего сказать У меня есть что сказать? Значит, есть что сказать, скажите Вы в прямом эфире сейчас Вас услышит весь город Я еще раз вам сказал уже Что вот в этой всей войне Владимир Владимирович занимает непосредственно Первую скрипку, ну одну из первейших И ведет вот эту спланированную акцию Ну не надо обманывать, Геннадий Григорьевич Не надо обманывать Я о вас ни разу не оскорбил Плохого ничего не написал о вас Вы же только что почитали все в эфире Что? Кто оскорбляет и переходит на маты Вы подвели к этому Вы меня сколько раз Вы же культурный человек А вы сколько раз написали годы стены? Так, хорошо, смотрите И удалили потом, кстати Удалили, и удалили И забанили дольщиков Почему не удалили-то все? Вы все удалили А я не знаю Нет, удалил Не скрывая комментарии свое я Потому что Одно дело, когда идет переписка Другое дело, когда другие Участники Фейсбука Начинают использовать данную переписку Совершенно в других целях Нежели мы общались Нет, ну это Здесь я соглашусь Что удали тоже Потому что это переходит за рамки Вообще разумного И каждый начинает использовать его Здесь я соглашусь Но зачем было писать в начале То есть в личке Вы как-то там договорились Все-таки потом Удалили все Ну не, не успели удалить Все равно это Успели сделать Потому что это Это публичное пространство Это Фейсбук Тут уже ничего 5 тысяч подписчиков у вас 5 тысяч подписчиков Ну практически у вас И наверняка Львиная доля этих аудиторий ваших Она одна и та же Это одни и те же люди Как разделились эти аудитории Как они Кого из вас поддержали Ну Проблема в чем Что все Как бы Если мы говорим о депутатах Депутаты молчат Конечно Все боятся Лишнее что-то высказать Для того, чтобы На себя потом Как бы не огрести Как говорится Естественно в этом Как бы принимают участие В основном только Те, кого коснулась Это беда Допустим Тех же дольщики Либо вот Как Геннадий Горьевич сказал Изгнаны из партии Хотя они сами ушли Никто их не выгонял Но они сами ушли Там по По некоторым причинам Там Ну финансовым Какую-то должность предложили Еще так далее Геннадий Горьевич сам ушел В свое время Сказал нет Мне не надо Я буду зарабатывать Ну Маленько не так Было Я не хочу Я помню Как это все происходило У меня же есть Видеозапись Аудиозапись Я вас не обвиняю Хорошо Владимир Владимирович Я вас не обвиняю Ушли-ушли Владимир Владимирович Геннадий Григорьевич Вы готовы Помириться Пожать друг другу руки И дальше Общаться В парламентских выражениях И как-то вот Или Я давно общаюсь В парламентских отношениях С Владимиром Владимировичем И никогда не переходил Ту грань Дозвольную И общечеловеческих норм Которые существуют Я никогда не был Под лицом И не допущу высказывания В отношении него Каких-либо оскорбляющих его Либо намекающих Тем более Никогда не опубликую Лживых Непроверенных фактов Как это делал Владимир Владимирович Ну я не знаю Пускай Геннадий Григорьевич Подаст суд Если я что-то про него Плохое написал Суд будете подавать Я ему писал об этом не раз И где я какие-то Лживые Или что-то Как он выражается Это же Ну очень легко Подать суд Знаете Владимир Владимирович Только этого добивается Что кто-то подал суд Суд Я не считаю Что нужно Идти по этому поводу И уподобляться Вот этим поступком Вы считаете что Я только отвечал На его Вот всякие вот эти вещи Все Только отвечал Потому что я Я везде писал Самый хороший способ Прикинуться на юным человек Это вы Мириться будете? Нет Это вот Как раз дольщики пишут Геннадий Григорьевич Прикинулся Да нет Мириться будете? Не будете? Геннадий Григорьевич Мему руку не подает уже давно В принципе как и туров И сейчас не подадите Как и туров Потому что я высказываю Что строители такие Кстати у нас люди Я думал скоро будет полгорода Которого руки не подает Где? Ну это проблема не моя Итак Это проблема ваша Это не мои проблемы Это проблема Допустим строительной отрасли За что превратили город Проблема что в руки не подает Это же не строительная отрасль Что кругом мошенники В этой отрасли Самая коррумпированная отрасль Вот и пошли и поехали отсюда Я пишу только правду Итак в нашей студии были Геннадий Таргунов Не мы считаем что мы помирились Я не ссорился Что вот это и есть Вот извите Я зашел в студию Подал ему руку Он не подал Я не ссорился с ним Что будет дальше Ваши отношения Я с Таргунаком не ссорился В наших отношениях Ничего не происходило Я не вижу Еще раз повторюсь Что вся эта ситуация Она наверное Очень большой эволюционный голод В средствах массовой информации Я бы хотел пожелать Чтобы мы больше занимались И я и Владимир Владимирович Наверное делами красноярцев Чем спорили вот таким образом И хочу конечно перед своими друзьями в фейсбуке Перед избирателями извиниться за то Что если вот эта перебранка Она каким-то образом Ну Их обидела Я считаю что на самом деле Наверное это было Было написано Ну От огорчения которое ты испытываешь И от того что это совершенно неправдивная информация Она вызвала плен негодяй Поэтому я извиняюсь перед людьми И перед своим избирателем У вас есть буквально 30 секунд Ну я что могу сказать Вы уже спросили все материалы Готов у вас тут В переписке там вот С Геннадьем Григорьевичем Я невольно вспомнил Некоторые там Обидные матерные слова забытые Но это был лишь как бы Ответный такой жест На его оскорбление И все Но я извиняюсь и перед Геннадьем Григорьевичем Там и перед народом Если кто кого-то и заделает Потому что не планировалось Чтобы это вышло куда-то Ну на такую как бы аудиторию В целом Ну я в любом случае Я всегда буду защищать красноярцев Потому что я считаю это Честью своей как бы Ну и обязан это делать Просто как гражданин Дашь как депутата Просто как гражданин У меня последний вопрос Все-таки руки будете Пожимать другую руку нет? Я готов Я готов А вы не готовы Я правильно понимаю Я готов тоже пожать При условии Что Владимир Ильич Бошин Не публикует мне до лживого поста Я никогда не публиковал Лично не писал Перепост я делаю Я только перепащивал А так ничего не делал Друзья Мои гости уважаемой студии Похоже рукопожатия Все-таки так и не будет Потому что не договорятся Наши гости В другой раз придут И пожмут друг другу руки Итак Геннадий Таргунаков Владимир Владимиров Были гостями в нашей студии И мы пытались хоть как-то понять О чем был вчера такой спор Я лично сам не понял Отлично Нажал какую-то кнопку И так получилось На этом мы заканчиваем Вместе с гостями Я заканчиваю этот выпуск новостей Афонтова 285-14-14 Телефон нашей редакции Смотрите Афонтова Увидимся До встречи Субтитры подогнал «Симон» 729 миллиметров ртутного столба Мы за хорошее качество И низкую цену Закажи балкон или лоджию Под ключ Строительной компании «Альфастрой» Остекление, отделка, утепление Выезд мастера бесплатно «Альфастрой» Звони и вызывай 286-47-17 Акция «Всем» Скидки до 30% Элегантно Шарма По-французски Для всей семьи Салон причесок «Хайр-Сити» Приглашает за яркими образами К 1 сентября 2-210-976 Баграда 89 Новые модели итальянских кухонь Скавалини В салоне официального дилера На Алексеева 107 Современные Технологичные Неповторимые Уютные И гостеприимные Скавалини Итальянский стиль И проверенное качество На Алексеева 107 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова